Куда пойти учиться? Возможно, таким вопросом задаются многие выпускники школ и гимназии. Высшее образование сегодня не каждому доступно. В качестве альтернативы выступает профессиональное училище, где можно получить рабочие профессии. В этой системе образования прием документов, как правило, начинается с 1 июля. Профессиональное училище в городе Чедерлунга ежегодно принимает на бесплатное обучение более 300 юношей и девушек. В этом году, прямо как и в прошлом году, поворот в трехгодичниках, поворот в годичниках, портных годичниках и плотниках. Но в этом году также добавилась профессия портной на три года, то есть более квалифицированные учащиеся выходить со стен нашего училища. Комиссия полностью готова, и мы ждем ребят, чтобы они поступали. Ожидается, как и в прошлом году, мне кажется, хороший конкурс среди поваров, потому что в прошлом году у нас был большой набор. Если бы нам давали 50 человек, то мы бы более 100 человек набрали. В этом году, я думаю, то же самое будет. Поэтому будет конкурс аттестата, то есть конкурс сертификатов в прошлом учебном году. Квалифицированные плотники, повара и швеи нужны были всегда. И как показывает опыт, не только в нашей стране. Учащимся выплачивают стипендию, обеспечивают бесплатными обедами. Иногородним предоставляется общежитие. Кроме этого, после окончания училища молодым специалистам гарантируется трудоустройство. Я сама с города Камрата, закончила 9 классов и поступила сюда, на повара хочу учиться. Мне эта профессия в будущем фонатописе, так как повар, она нужна везде. И в будущем она мне пригодится. Я пришла сюда, чтобы поступить на портного, на 3 года. Мне очень нравится эта профессия, она очень нужна. В любом моменте ты можешь себе что-нибудь сшить. Я с города еще давно не проучился 9 классов. Мне понравилось поступить в ископы у Ленина 3. Мне здесь больше всего нравится, на станках работали. На практике проходил здесь, на практике. Делали строительные объекты здесь, снимали 4 этажа окон, чинили. И так вот практика наша шла потихоньку. Но все равно мне понравилось на практике. После этого экзамены сдали, и сейчас выдержим результаты, и все. Дальше собираться буду поступать на повара с этажами. В списке профессий значительное место отводится специальностям повар, швея, штукатур и столер. По данным Национального бюро статистики, из общего числа обучающихся в этих учебных заведениях около 70% составляют юноши. Система образования в стране предлагает широкий выбор профессии. Однако каждая определяется, исходя из своих возможностей.